На сегодняшний день определились более четкие показания к госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Первое это сатурация меньше 95% сатурации кислорода и второе это температура, лихорадка 38,5 градусов Цельсия в течение трех дней. А также температура, которая не лечится жаропонижающими препаратами. Нужно сказать, что большинство препаратов для лечения коронавирусной инфекции подбиралось по типу off-label. Что это значит? Препараты, которые были рекомендованы многим другим заболеваниям и показали свой эффект, также показали свой эффект при использовании у больных пациентов с коронавирусной инфекцией. Нельзя сказать, что некоторые специализации, некоторые ниши противовирусных и других препаратов на сегодняшний день пересмотрены. И в мае 2020 года в очень авторитетном журнале Lancet были опубликованы сведения о том, что противомалярийные препараты должны использоваться у пациентов, с которыми не ассоциированы аритмии, учитывая высокую токсичность этой группы препаратов. Очень достойными, авторитетными врачебными комиссиями сегодня определен спектр для этиотропного лечения, спектр групп препаратов, которые используются в лечении. Первая группа, их всего 8, на сегодняшний день добавлено уже 14 этих групп, но основные. Это гидрохлорохин, это хлорохин, это мехлохин, это препараты интерфероны, это препараты лопенавир и ритонавир, это препараты азитромицин, обязательно в комбинации с гидрохлорохином и другие. Нужно сказать, что у большинства пациентов есть своя ниша. Выделены, например, препараты, какие мы должны использоваться для профилактических целей. Что это значит? У лиц, которые работают в очаге заражения, и у лиц, которые имели единожданный контакт с коронавирусным пациентом, можно использовать гидрохлорохин и хлорохин. Новый препарат на сегодня известен – мехлохин. У лиц с легким, средне-тяжелым течением, до 60 лет, без сопутствующих заболеваний, на сегодняшний день используется гидрохлорохин, мехлохин, и используется также рекомбинантный интерферон плюс умихеновир. Умихеновир – это наш известный орбидон. У пациентов, у которых возраст больше либо равно 60 лет, выявлены также тяжелые сопутствующие заболевания, тяжелая пневмония с дыхательной прогрессирующей недостаточностью, используется азитромицин с гидрохлорохином или ритонавир плюс лопенавир и плюс интерферон. Если говорить о пациентах с тяжелым течением коронавирусной инфекции и с выраженной степенью дыхательной недостаточностью, к вышеперечисленной схеме добавляются другие новые препараты. Какие? Тоцелизумаб, Сарилумаб и Барицитениб.